Модернизировать трамвайную сеть Ростова планирует компания «Синара». Опыт работы в нашем регионе у нее уже есть. В этом году реализован первый этап обновления электротранспорта Таганрога. В южной столице скоростной трамвай свяжет с центром Левенцовский, Суворовский, Верхний, Тимирник и другие развивающиеся микрорайоны. Стоимость проекта больше 50 миллиардов рублей. Инвестор обновит 120 километров трамвайных путей, приобретет почти 100 новых вагонов и установит 250 остановок. Это позволяет не только обновить транспорт, то есть создать, крайне говоря, иное ощущение комфорта для жизни в Ростове. Поэтому мы придаем это принципиальное значение. Завершить модернизацию трамвайной сети Ростова планируют через пять лет. В планах строительство дублера улицы Малиновского, автодороги «Западная Хорда». Она станет частью ростовского транспортного кольца. А соглашение с базовым перевозчиком аэропорта Платов, компанией «Азимут», предусматривает открытие в 2022-2024 годах как минимум четырех маршрутов на Дальний Восток. С следующего года у нас два типа в парке воздушных судов. Флот в соответствии с нашим бизнес-планом увеличивается. И мы в следующем году получаем четыре новых самолета, новых современных самолетов. Причем мы будем первым перевозчиком России, который будет эксплуатировать этот самолет. А еще в Платов заходит новая авиакомпания, которая в следующем году откроет международные рейсы из Ростова в Париж и Ереван и внутрироссийские в Чебоксары, Новый Уренгой и не только. Транспортная карта «Тройка» придет в Ростов уже в начале следующего года. Соглашение об этом подписано с правительством Москвы. Эта карта как единый билет подходит для всех видов городского транспорта, в том числе московского метро. Самое современное решение, которое позволит еще и нашим коллегам транспортным Ростовской области фактически в онлайн-режиме видеть, какие маршруты наземного транспорта наиболее загружены, где нужно добавить количество автобусов, может быть, изменить маршрут. В этом году Ростовская область приняла участие и в выставке «Золотая осень». Достижения и новые проекты областного агропрома представил Василий Голубев. Вице-премьеру и главе аграрного ведомства страны он рассказал о новых инвестиционных проектах по сельхозпереработке, запланированных к реализации в ближайшие годы. Также губернатор обсудил с Викторией Абрамченко вопросы господдержки экспорта и ход выполнения дорожной карты по оздоровлению Дона. «Развитие инфраструктуры – это всегда имеет принципиальное значение для инвесторов, для сельхозпроизводителей, поэтому мы поддерживаем такие проекты и, как уже принято, будем их сопровождать». Два новых маслоэкстракционных завода планируют создать в Никлиновском и Миллеровском районах. «Объем инвестиций планируется порядка 3-4 миллиарда рублей. Сроки строительства планового у нас в течение двух лет мы будем стараться максимально сократить». «Мы на базе действующего «Леватора» намерены построить завод производительностью 600. Стоит отметить, что в этом году Донской агропром собрал не только рекордный урожай ранних зерновых, но и сложил в копилку наград «Золотой осени» достойный урожай медалей. «Очень эффективная работа. 126 наград, из них 81 золотая медан. Это еще не все проведены конкурсы. И я думаю, что еще увеличится общее количество наград за достижения по разным направлениям». Разумеется, пандемия внесла в масштабные мероприятия свои коррективы. Сертификат о вакцинации или свежий ПЦР-тест – обязательные условия для всех участников. Артем Тарасов, Елена Сарксян, Дон-24. Итоги года.